А беспокойность граждан в связи с нарастающим количеством заболевших коронавирусом в республике набирает обороты. И если ранее все это не выходило за рамки обсуждений в социальных сетях, то сегодня создана петиция о необходимости введения ограничительных санитарно-эпидемиологических мер в Абхазии. Ее авторы – группа людей разных профессий, главная цель которых – обратить внимание властей на возникшую проблему и ввести хотя бы минимальное ограничение. Как мне кажется, вот меры, которые вполне приемлемы, мы не говорим, вот если на улице два человека идут, то обязательно они должны маски надеть, чтобы не заразиться. Разумные меры в аптеках, в магазинах, в местах скопления людей, запретить проведение массовых мероприятий. Что здесь такого невыполнимого или дорогого? Я думаю, что пора эти меры принимать. Мы видим, как растет количество заболевших. На сегодняшний день общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии – 516 человек. Эта цифра, как и показывают данные Минздрава, растет ежедневно. Только за текущий месяц, с 1 по 6 сентября включительно. Количество инфицированных составило 186. По отношению к такому активному и рекордному для Абхазии росту заболеваемости, где пока нет ограничительных мер, по мнению одного из авторов петиции, должна быть соответствующая медицинская помощь. Я так поняла, что сегодня наш Минздрав нацелен на то, чтобы вырабатывать коллективный иммунитет. Вот по моему разумению, я, конечно, не врач, но достаточно читающий человек. Я так понимаю, что коллективный иммунитет можно, конечно, и нужно, наверное, нужно вырабатывать, но одновременно при этом снимать эти меры одновременно с укреплением медицинских возможностей. Правильно? То есть, если сегодня авралом, так сказать, отменяем мы все меры, и у нас заболевает огромное количество людей, мы же понимаем, что мы не готовы к этому, вот с медицинской точки зрения. Если сами представители штаба обращаются к обществу и просят волонтеров помочь и так далее, если мы видим, что катастрофически не хватает врачей, значит, мы не в той ситуации, когда мы вот такими авральными методами будем вырабатывать иммунитет. Этот процесс должен быть постепенным. Самый красноречивый факт – это то, что несколько наших врачей сегодня лечатся в Грузии. О чем это говорит? Если своих коллег не могут здесь спасти, они были в тяжелой ситуации, еще неизвестно, выжили бы здесь, если бы остались здесь или нет. Это самый красноречивый факт, который говорит о том, что у нас есть большие проблемы. А когда у тебя в системе здравоохранения есть большие проблемы, какой коллективный иммунитет авралом можно вырабатывать? Для меня это, честно говоря, очень такой болезненный вопрос. Основными требованиями подписавшихся является прекращение массовых мероприятий, использование масок, соблюдение дистанции, проведение регулярной санитарной обработки общественного транспорта, а также введение четкой системы санкций за невыполнение мер. Как считает Леона Кварчелия, эти ограничения не сильно повлияют на привычную жизнь граждан. И что немаловажно, не скажутся отрицательно на туристическом сезоне. Читаю вот разные комментарии. Некоторые люди обеспокоены тем, что это отпугнет туристов. Слушайте, не отпугнет. Во всем мире сегодня принято ношение масок, приняты определенные меры, такие как социальное дистанцирование. Никого это не отпугивает. Да, люди от этого устают, но постепенно привыкают. И турист, который приедет в Абхазию, если он увидит, что у нас призывают и требуют носить маски, требуют соблюдать дистанцию, он просто вздохнет с облегчением и будет ощущать себя в безопасности и скажет, слава богу, в этой стране все хорошо организовано, и они понимают все риски, и поэтому вводят такие меры. Конечно, везде есть люди, и среди туристов есть люди, которые не верят, но для них это тоже не что-то новое во всем мире. В тех местах, откуда они приехали, тоже требуют ношение масок. Поэтому я не думаю, что это кого-то отпугнет. Наоборот, это покажет, мне кажется, наше государство с хорошей стороны и покажет, что оно заботится и о своих гражданах, и о туристах. Количество подписавших петицию растет ежеминутно. Безусловно, такое воле заявления граждан не станет однозначным фактором в решении проблемы, но, возможно, позволит очень многим обратить на нее внимание.